привет друзья мы немножко отдохнули и приступаем ко второй части скажем так немножко сладенькой я предлагаю начать со сливочного масла сливочное масло было выбрано потому что оно отличается по вкусу я помню шоколадное масло вы помните на садка плача масло как масло привычный вкус но без соли без соли естественно вкусно абсолютно привычный кстати второе намазывалось похуже плохо намазывалось я его достала одновременно из холодильника и первое и второе такое же абсолютно да и чем вообще не отличается первое немножко вкуснее чем второе не знаю что больше сливочного вкуса в первом просто это я думаю что обычная но что обычная не легко американская короче первая была русская вторая американская лиза ты почувствовала разницу между первым вторым ничья сон ты почувствовала какой лучше короче побеждает русское сливочное масло значка ты не наедайся там сейчас будет каши мамы вы ели только американскую русская но совсем отличается сильно отличается я даже забыла как ее варить у меня не получалось ну короче ладно сейчас посмотрим но по-другому немножко варится готовы каша манная русско-американская по внешнему виду сильно отличаются поэтому не подглядываем старалась по соли по сахару одинаково сделать ну не знаю получилось или нет на одном молоке сварено липко немножечко похоже на то что вы обычно едите чем она отличается ну я старалась это добавить побольше молока но она вся такая получилась сколько этой каши даете 9 я 8 я дам 2 следующий раз скажу хорошо сейчас я вам дам следую другую кашу несу консистенция другая потому что каша другая вот тогда обычно как мы видим определили лентон открывайте глазки ну что скажете первое же время да я как не старалась молока сколько не лима но все время было желейная какая каша вкуснее вторая вкуснее я не совсем чувствую разницу я сейчас покажу консистенцию и вот эта американская вот эта русская соотношение самой крупы и молока было одинаковое вот американская она вот такая вне больше коричневых частиц и она не разваривается а в русской она как будто с мукой разбавлена вот как будто муки здесь много и она поэтому таким становится холодцом коль ты сколько баллов какой каши даешь в этом раунде победила американская каша манна следующее предлагаю попробовать клубничное варенье дети наши ели только домашнее клубничное варенье магазинная русско-американская они будут пробовать впервые я могу сказать что клубника тоже сильно отличается русской от американской по вкусу первое варенье честно говоря больше похож на домашнюю по запаху потому как выглядит натуральный цвет такой нет не яркий давайте сразу так я открыл эту банку здесь уже сразу такой запах сильный пошел не натуральный какой-то короче вот второй вариант вы можете открыть глазки это как будто бы на хлеб нужно намазать вот на джем похож да как желе какой-то так я там не увидел клубники я вижу там только одно желе там еще есть косточки есть косточки да на конфеты похож первое выглядит как обычное домашнее варенье а второе желе как чипа чипа чипс помнишь что мороженое мы покупали в Коско замороженный Папс Коско вот это то это тот же вкус только оно такое теплое и желе как чипа чипс вкус такой хорошо какой вкуснее какой у меня ничья ничья у меня есть проблемы с вот это вот когда при вкус когда я там ел там как будто как будто томат какой-то томат а вот это она какая-то сладкая запах такой сильный синтетический да да и такой резкий сколько баллов одному сколько другому листы даешь я думаю 8-8 коля у тебя как-то как мне больше это нравится сколько баллов какому 10 другому сон ты что скажешь я дам вот этому 11 а вот этому 9 хотя 8 первое было американское варенье 2 русское что же кушок первое американское варенье обычное да второе русское это да вы думали наоборот конечно конечно состав один и тот же клубника сахар и пектин и там и там победила американское варенье клубничное переходим к вафелькам я купила вафельки которые похожи по составу по упаковке одни русские другие американские я уверен что они будут разного вкуса я уже знаю какие выиграют заранее но тем не менее закрывайте глазки начинаем ну вафля не в любом случае вкусные будут и чуть остались чтобы внешне внешность равнить что скажете вкусно сладко сколько баллов ну я бы дала 10 сон 10 да почему-то я думаю что они будут одинаковая форма я уверенна ну ладно мне кажется что вторые тяжелее чуть-чуть это очень сладко вторые слаще да я почему-то во рту не вкус вахли а вкус шоколада что скажете про вторые какие вафли больше понравились кому вот эти не я дам этим на один я можно и твои глаза нет пока коля ты тебя первые или вторые больше давай расскажем вторые близочка тебе открывайте глазки первые американские вторые русские чем отличаются тут намного больше слоев и здесь вафли поменьше этого вкуса шоколада интересный и тут шоколад хорошо вам не показалось что впервые легче что начинки меньше а во второй больше начинки и тяжелее на и слаще я думаю что а первая даже вафли даже внутри так сони и коля за русскую лиза за американскую русские вафли победили заключительный этап нашего челленджа на него точно нужно закрыть глазки потому что вы по внешнему виду сразу определите конечно классические русские леденцы и классические американские нашла вот самые самые традиционные они скорее все будут разные на вкус сейчас посмотрим что он больше понравится все закрывайте глаза ну что если мы увидим точно за хоккей дети старайтесь не обращать внимание на форму главное вкус не смотрите на цвет там не подглядывайте сколько этому леденцу дадите я один я один сильный вкус у него помимо сахара еще какой то есть вкус фруктовый или что то есть вторые леденцы у меня буквально разваливаются в руках я не знаю почему они такие распаковала они начали разваливаться не обращайте внимание на цвет и форму можете откусить вам и сравнивать какие вкуснее леденцы ну я не говорю про вес я говорю про вкус это должен быть более фруктовый вкус где-то более сладкие я думаю это ставлю 9 9 почему кислый дети 2 кислые внутри откусываешь а первые совсем не кислый вообще он тебе какой больше понравился оба такие нравится очень я бог оба там 11 коль тебе вторую 10 а первый отец открывайте глазки так вы уже поняли что первые русские леденцы вторые американские сильно отличаются по вкусу и оба вкусные и отрезать она вкусно какой победил скажите мне так у лизы русский он соня ничья в поле русских так в последнем раунде русские леденцы победили американские в результате нашего челленджа выиграла русская еда русские продукты я хотела больше всего мне понравился кетчуп почему-то он такой сон тебе что больше всего запомнилось огурцы соленые или селедка запомнилась больше всего селедка и ам понравилось больше всего тела в лица тебе что больше всего понравилось и что запомнилось на этом мы заканчиваем наше видео вам понравилось сравнивать еду дорогие зрители если вам понравилось наше видео то поставьте лайки спасибо вам что вы все это время были с нами до свидания я была уверена что русский продукт